добрый день начинаем наш вебинар сегодня 4 марта 17 часов 00 минут как меня слышно видно отпишитесь пожалуйста ну все отлично рассмотрим сейчас события в ближайшие 40 минут события которые влияют на рынок в текущем моменте и будут иметь среднесрочное влияние но одно из важнейших событий сегодняшнего дня это министерская встреча опек плюс которая проходит прямо в эти минуты новости оттуда поступают в основном хорошие мы видим что котировки нефти реагирует ростом пока на два процента и саудиты и новок в общем настроены достаточно миролюбиво если будет увеличение то он будет взаимовыгодное для обеих сторон если кто не помнит ровно год назад 6 марта из-за того что договоренности не были достигнуты мы увидели большое падение нефтяных котировок хочу напомнить что падать они тогда начали с 45 долларов где-то до встречи не стоили 45 бренд и на следующий день котировки были уже 30 прошел ровно год и котировки нефти уже 65 долларов все практически вернулось на уровни допандемические на февраль прошлого года ну судя судя по новостям из опек негатива для нефтяного рынка наверное не будет соответственно это будет иметь положительное влияние скорее всего и на котировки наших акций и на курс рубля из других событий этой недели которые были ожидаемые произошли и будут влиять в дальнейшем на рынок но первое это во вторник были озвучены санкции против физических лиц российской федерации если кто помнит два дня назад рынок на это отреагировал укреплением рубля и ростом индексов то есть санкции персональные не коснулись экономики большому счету коснулись только физических лиц и рынок воспринял это позитивно скорее всего влияние ожидания были больше чем сам факт также на этой неделе важное событие в мировом масштабе конгресс проголосовал американский за новый пакет помощи в 1,90 триллиона по сведениям из источников заслужащих доверия ближайшие выходные сенат может проголосовать и на подпись президенту и скорее всего на следующей неделе стимулы могут начать действовать что тоже не может не оказывать положительного влияния на рынок среднесрочной перспективе из сегодняшних событий по российскому рынку обязательно надо упомянуть отчетность сбербанка вышла за прошлый год прибыль снизилась на 10 процентов по сравнению с девятнадцатым годом 760 миллиардов рублей но произошло это за счет создания резервов под риски по кредитам и комиссионные процентные доходы сбербанка выросли если бы не вот эти риски не пандемия да то 1 триллион я думаю он был бы достигнут уже по результатам прошлого года но тем не менее резервы скорее всего будут распускаться и прибыль сбербанка в ближайшей перспективе будет расти поэтому котировки скорее всего медленно но верно будут подрастать у сбербанка также читал сегодня мэйл многому про мэйл иногда говорим но мэйла цифры не столь однозначные снижение прибыли при росте выручки в общем котировки реагируют пока негативно какова будет реакция среднесрочная предсказать достаточно сложно вчерашние события у фазе минфин размещал впервые за много недель объем размещения был существенный правда там достаточно недлинные облигации размещались но мы видим вот прошлый раз мы говорили что длинный конец у фазе это такой индикатор отношения к риску и к инфляции к рынку ко всему за неделю котировки 20-летних у фазе выросли где-то процента на 3 вот если рассматривать выпуск 26 230 то это с 107 до 110 процентов от номинала стоимость соответственно доходность упала 7,1 до 6 85 ну наверное справедливая доходность 200 пунктов к ставке если мы закладываем даже ставку четыре с половиной то возможности роста стоимости снижения доходности у фазе еще присутствует и параллельно вот такой возникший за последнее время спрос на облигации федерального займа он наверняка будет продолжать оказывать поддержку курсу рубля невзирая на то что завтрашнего дня минфин увеличивает покупки почти в три раза до примерно 2 миллиарда в месяц 148 миллиардов рублей в месяц за март будут покупки валюты но спрос на у фазе и возможный приток нерезидентских денег я думаю компенсирует вот эти покупки центральным банком для минфина соответственно по паре доллар рубль ждем ну мои личные ожидания которые в общем то могут не совпасть но я жду все-таки дальнейшего небольшого укрепления рубля может быть и до уровня 70 так ну еще наверное следует упомянуть про гмк норильский никель вчера глава компании выступал по поводу затопления аварий до 9 числа перенесено так сказать озвучивание каких-то конкретных цифр по снижению добычи по издержкам которые это все вызовет но параллельно увеличиваются расходы на городскую инфраструктуру 150 миллиардов обещано для норильска для непрофильные расходы которые если дадут отдачу только в человеческом капитале так что наше осторожное отношение к акциям гмк норильский никель на прошлой неделе что не нужно торопиться покупать в принципе она оправдалась вот сейчас где-то котировки наверно 22 500 на этом уровне пока остановились ну и параллельно нельзя не отметить что сам металл никель подешевел процентов на 20 буквально за несколько дней и сегодня он падает на 6 процентов что вряд ли позитивно для котировок гмк норильский никель так что я думаю что до девятого числа лучше воздержаться от каких-то действий с этим эмитентом дальше посмотреть за развитием событий ну так что сегодня важное событие это результаты встречи опек судя по ожиданиям они будут для рынка нефти вполне положительным это вот те события которые влияют среднесрочно на наш рынок ну еще раз напомню выходные сенат наверное утвердит новый пакет помощи который тоже должен оказать поддержку котировкам если сравнивать текущие уровни индексов по сравнению с концом прошлой недели то сейчас мы видим что в общем-то индекс находится несколько выше примерно на 1 процент и наши американские чем это было в конце прошлой недели два дня роста сменились вот сегодня вторым днем днем снижения но сегодня снижение уже чисто символически и вполне возможно что его и не будет по итогам дня вот то есть из четырех торговых дней всего лишь один у нас прошел в минусе вот так что мой личный взгляд на рынок фондовый пока что позитивный на горизонте где-то месяц может быть полтора вот но еще раз хочу напомнить что мнение автора оно может не совпадать с реалиями рынка и принимать все это за так сказать стопроцентную какую-то гарантию совершенно нельзя инвестиционные рекомендации любые слова не являются всего лишь выражают мнение мое лично вот по фондовому рынку вот вкратце наверное события этой недели и потенциально следующий мы рассмотрели в принципе готов ответить на ваши вопросы если у меня есть мнение по каким-то конкретным эмитентом я с удовольствием с вами поделюсь но еще раз это всего лишь мое мнение она может не сато не соответствовать рыночным реалиям как пример приведу мое мнение так сказать прошлой неделе по золоту оно было вполне позитивно но золото с того момента снизилась на три процента сейчас где-то остановилась на уровне 1700 плюс по акциям мосбиржи по акциям мосбиржи я думаю что весь позитив там отыгран по моему я уже высказывал такое мнение что диапазон 150 180 сейчас мы почти у верхней границы и коснулись я думаю что текущий уровень 170 скорее скорее сегодня по наблюдательный совет мосбиржи рассматривает вопрос по дивидендам максимум что можно ожидать это в районе 10 рублей я думаю что позитива и дальнейшего роста акции это не вызовет но любую коррекцию я думаю что следует подбирать уровень 160 может быть даже 165 он уже такой если кто-то продал на текущих чуть выше то я думаю вот такие продажи мосбиржи с целью получить дивиденды еще раз то есть грубо говоря продать и купить на 10 рублей дешевле они вполне оправданы я думаю уровень 175 165 он скорее всего реализуется но в целом имитент ну почти монополист спб наступает в общем на пятки поэтому наверное держать в портфеле акции мосбиржи необходимо другое дело что если их иногда сокращать и наращивать это уже вопрос искать творческий насколько психологически комфортно ртс в рост ну думаю что ртс все-таки да в рост 1500 наверное ну как большого роста может и не быть ртс потому что вот и наш рынок и в принципе американский рынок они сейчас более-менее оценены справедливо и может быть даже более чем справедливо но подтолкнуть к росту может быть приток новых денег на рынок сейчас мы видим и в тф все время приток и в российский рынок есть притоки поэтому вот движение денег она определяет котировки на рынке и тут противостоять ему невозможно вот я больше ориентируюсь на на это что приток новых денег он будет поддерживать котировки так что ртс если я смотрю на рубль положительно то при прочих равных ртс может выглядеть наверное лучше мвб так сургут преф ну сургут преф все про него знают что про него рассказывать я думаю что к моменту выплаты дивидендов мы и курс можем увидеть уже другой хоть я в целом краткосрочно смотрю позитивно на рубль но если смотреть хотя бы на осень то вряд ли рубль будет крепче чем сейчас то есть может быть какой-то период укрепления дальше соответственно новая волна волна ослабления и сургут преф я думаю что в этом году он дивидендный гэп закроет достаточно быстро и к дивидендам может вырасти ну примерно так как минимум как он рос все предыдущие разы когда дивиденды составляли 6 7 рублей то есть это 45 46 рублей по сургуту преф вот такие ожидания ну и быстрее закрыт закрытие дивидендного гэпа и бем в рублях и и для среднесрочного и бем как-то очень слабо выглядит среди других американских компаний производителей но можно например рассмотреть дел мне кажется вместо и бем в рублях или в долларах это уже вопрос творческий кто в чем предпочитает чем рублевый инструмент такой тоже есть поэтому к и бем отношусь но нейтрально отрицательно скажем так ткс групп ну ткс групп в общем-то оценены более чем справедливо ткс дороже втб это в общем скорее нонсенс может быть это втб недооцененный актив но ткс явно актив на текущий момент переоценен видение на русал русал сильно завязан на гмк конечно меньше потому что есть и собственный бизнес на русал взгляд среднесрочно положительный вот краткосрочные вот эти движения которые могут быть на следующей неделе и по гмк и по русалу они могут быть достаточно существенно то есть снижение русалок куда-нибудь на 32 33 я вполне допускаю но на горизонте длинном скорее это будет рост и выход куда-нибудь на 50 рублей наверное посмотрите что происходит с алко например да вот аналогичный американский производитель он растет на росте алюминия полиметал полиметал ну вот драгоценный металл сейчас себя чувствует не очень но у полиметала цифры неплохие отчетности я думаю что текущие уровни полиметал вот его нужно оценивать все-таки как эмитент с валютной дивидендной доходностью она у него достаточно высокая поэтому полиметалл в общем на текущих уровнях вполне неплохо ростелеком но ростелеком это наша облигация с потенциалом роста курсовой стоимости я уже по-моему прошлый раз про ростелеком говорил мое мнение не изменилось за неделю что ростелеком это бенефициар всех госзаказов цифровизации поэтому он будет чувствовать вот ростелеком мтс это два два лидера в этой отрасли у нас которые в общем тоже надо в портфеле иметь максимальной стоимости ростелеком концу года сейчас он стоит в районе 110 рублей но я думаю что если он будет платить он платит сейчас примерно там пять процентов дивидендов чуть меньше и и рост на 10-15 процентов концу года это вот такой средний сценарий скажем не оптимистичный достаточно консервативный то есть цена какая-нибудь 125 рублей вполне до конца года по ростелеком который вы не купили но присматриваетесь для среднесрочного входа ну здесь наверное я больше про америку могу сказать хоть я небольшой специалист по америке но вот смотрю сейчас на компанию кудел производитель тестов 150 долларов стоит вот для среднес компания не не такая вот как бы непонятная фарма сьютика которые неизвестно будут они расти не будет это компания реально зарабатывающая прибыль вот реальный уже какой-то достаточно для фармацевтик продолжительной истории вот на них смотрю позитивно по россии не купили присматриваетесь для входа по россии но вот ростелеком наверно я не купил но присматриваюсь возможно надо брать прям по текущим только единственное что обычка или преф и теф на золото подбирать или рано еще теф на золото ну вот скажу по себе еще раз не надо ориентироваться я этиф на золото купил по 880 fx gd сейчас он стоит 850 наверное 865 поэтому вот мое мнение по золоту она не изменилась что если будет инфляция то золото никуда не деться от роста ну и опять же насколько я знаю что индусы большие любители и потребители золота физического да там на свадьбы они очень это дело любят а у них сезон свадеб скоро будет по моему там в апреле или в мае поэтому падение золота сильного не ждут так что этиф это пожалуй лучший инструмент если вы хотите купить золото то этиф лучший инструмент лучше фьючерс и лучше физического золота вот как то так так еще вопросы пожалуйста если они есть и теф как защита при инфляции ну видимо да да и теф на золото это но единственное вот что здесь несколько входит искать в раскорреляцию с моим взглядом да я смотрю позитивно в краткосрочном горизонте на рубль и теф он он есть и в долларах то что fx gd в рублях он может как бы не расти какое-то время но защиты от инфляции думаю что да и теф как защита от инфляции полиметалл ну полиметалл скажем так он наверное лучше чем полюс золота с моей точки зрения лучше потому что все таки мы уже неоднократно упоминали что серебро это металл большей части промышленно если будет роста употребления то может вполне это на поле металли еще раз поле металл нужно на него смотреть как на валютную историю это депозитарные расписки с дивидендами в долларах поэтому полиметал до по сбербанку и газпрому я держу и сбербанка газпром по сбербанку я вот останавливался в начале на отчете сбербанка да скорее всего цифры у него будут улучшаться и месяц к месяцу квартал кварталу то есть сбербанк если будет какая-то паника там и продажа безусловно надо покупать может быть его надо покупать вот знаете сбербанк вот очень соответствует инвестиционному подходу когда каждый месяц покупаешь там по чуть-чуть на какую-то сумму денег вот вот сбербанк можно покупать каждый месяц независимо от того растет он или падает это имитент который и хорошую дивидендную доходность имеет и хорошие перспективы такого не сильного десяти двадцати процентного 20 это даже много роста каждый год x5 положительно x5 откорректировались уже существенно в онлайн выходят хоть у меня предпочтение к магниту в этой сфере но x5 я думаю по текущим ценам тоже неплохо вряд ли у нас уже будут так сильно падать доходы и снижение потребления в общем средние чеки подрастают эти два крупнейших ритейлер с магазинами у дома x5 магнит я думаю они будут ну либо наравне с рынком либо лучше рынка русгидра русгидра опять какие-то бумажные у них списания но думаю что русгидра тоже вот такая аналог облигации с потенциалом роста то есть дивиденды обещают наверное увеличить русгидра да скорее всего увеличат ну и опцион по рублю с втб который маячит впереди то есть цена рубль по русгидра будет достигнута вопрос сроков скорее всего это будет постепенно там по 10 процентов в год происходить 5 процентов дивиденды 10 процентов рост курсовой стоимости того 15 процентов это хорошая как в до облигации русгидра но только с значительно меньшим риском дорост доллар сейчас не подбираете нет я вот доллар пока диапазон 73 75 у меня есть валютные позиции она составляет примерно там 30 процентов общее и последние полгода вообще никак не увеличиваю не сокращаю буду подбирать доллар если будет ниже 70 тогда наверное буду увеличивать сейчас вот эта диапазонная торговля но кто спекулирует рубль 2 ловить может быть но в процентах это очень маленькие цифры три процента колебания валюты очень маленькая чтобы в нем участвовать уровень входа в катерпиллер извините не подскажу надо смотреть бумагу там анализировать и на ломкой ммк северсталь ну здесь мне кажется что дивиденды то большие но оценены они справедливо скорее всего будет наравне с рынком то есть что индекс что и на ломкой ммк северсталь что вверх что вниз мне кажется они будут двигаться параллельно с индексом роснефть но роснефть уже существенно выросла основной наш так сказать нефтедобытчик но все не знаю к роснефти у меня отношение вот тут же сразу вопросы про лукойл что думаете лукойл я думаю что лукойл лучше роснефти вот вот как то так а вообще это и та и другая компания в систем что невзирая на роснефти достаточно большие сокращения у них были да я думаю что если рассматривать сейчас нефтяной сектор то лучше тот нефти либо газпром нефть чем роснефть лукойл то есть из этих четырех наверное роснефть на четвертом месте мтс брать или ниже ниже скорее всего не будет мтс мне кажется сегодня по моему там отчитывалось да также вот мтс и ростелеком это две наши телекомендиционные компании которые растут и строят такую экосистему лучше других скажем так поэтому мтс сильно ниже наверное не будет мтс сегодня по моему растут там на пару процентов сейчас посмотрю что там у нас мтс да почти 1.8 процента рост но это на обещаниях дивидендов выше чем в прошлом году 29 30 рублей при текущей цене там триста двадцать да ну думаю что брать это аналог облигаций вот кто инвестирует например в vdo высокодоходные облигации с доходность там 10 12 13 14 мне кажется мтс в этом смысле более надежно то есть рост курсовой стоимости 5 процентов дивиденды 7 и того те же самые 10 15 процентов можно получать владея этой бумагой электроэнергетика русгидро фска среднесрочно думаю что да 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 можно подбирать и фска подешевела чуть так сахалин энерго с момента рекомендации выросли более десяти процентов вот я честно говоря да я сроюсь там как как в сару этих энергокомпаниях но ничего другого пока похожего такого вот на сахалин энерго я особо там не не нашел а сахалин энерго наверное можно держать рублей 8 мы должны наверное увидеть по котировкам подрастают в общем с низкой бетой компания не не реагирует на рыночный там падение или роста растет само по себе совком флот ну совком флот 90 рублей хорошая цена те же самые дивиденды там грядут 105 рублей размещения думаю что вот вот много таких акций ростелеком мтс совком флот я пожалуй туда же отнесу но у совком флота это туда же это потенциал там на 10 процентов вырасти и 5 или 10 процентов дивидендов заплатить то есть потенциал получения дохода в этих эмитентах примерно 15 процентов в год это в три раза превышает депозит и совершенно небольшой риск совком флот та же самая история но еще с потенциалом так сказать возможного роста если может там новотек какие-нибудь новости по совком флоту касательно выпустить хорошие да ниже 90 особо не вижу что вроде поддержку нащупала компания так она сейчас и стоит попытки роста пока ни к чему не приводят но если набраться терпения то свои 105 а может быть 120 и выше можно получить на просадках что наиболее интересно топ-5 ну на просадках вот сбербанк всегда брать на просадках сейчас втб думаю что тоже нужно для разбавления искать втб сильно недооцененный банк не может он так долго или вечно стоить дешево какие-нибудь там могут ввести для менеджмента кенте пиаи связанные с капитализацией тогда мы увидим хороший рост на просадках сбербанк втб думаю что и газпром все самое худшее для газпрома уже позади тоже можно покупать на просадках можно покупать что-то из энергетики на просадках на например вот сильно подешевевший за последнее время интерау процентов на 10 упала компания с 5 50 до 5 рублей компания без долгов имеющая кэш будут какие-то новости о том что с этим кэшом либо могут дивиденды до 50 процентов увеличить либо что-то приобрести эти слухи постоянно на рынке ходят вот думаю что интерау тоже какую-то долю в портфеле можно иметь ну и фскс на просадках также можно покупать то же самое вот все истории многие которые мы сейчас обсуждаем они примерно одинаковые то есть потенциал роста там 10-15 процентов и хорошая дивидендная доходность совком флот ну совком флот мы уже поговорили в общем мнение положительное по совком флоту думаю что терпеливые будут вознаграждены как как баффет говорил вот совком флот мне кажется именно та история коррекцию ждем ли все на север ну думаю что все-таки на север на север вот эти попытки падения они пока такие больше эмоциональные там в ожидании инфляции в ожидании того а реальность такова что на рынке продолжают появляться новые деньги это это основной драйвер роста аэрофлот аэрофлот ну аэрофлот 70 рублей если вдруг будет вот на просадках то топ 5 если аэрофлот вдруг 60 я думаю что его надо купить в портфеле потенциал аэрофлота реализуется очень не скоро очень не скоро то есть прибыли там не будет дивидендов там не будет капитал размыт но это монополисты в любой момент могут быть какие-то так сказать покупки в аэрофлоте которые могут неожиданно эту цену поднять фундаментально он понятно что не должен расти при таком бизнесе но еще раз при цене 60 купить может быть и при 70 надо какую-то долю держать в портфеле аэрофлота так дроздов ждет коррекцию ну дроздов в общем самодостаточный аналитик я я даже больше практик может быть чем аналитика он больше аналитик я вполне так сказать толерантно отношусь к мнению других в общем каждый знаете как в лесу каждый найдет свою ягоду или там гриб по одному месту вот вот пройдя дроздов ждет коррекцию возможно где-то она и будет возможно она будет в индексах я не жду киви имеет шансы воскреснуть киви имеет шансы воскреснуть если его назначат каким-нибудь уполномоченным банком по обслуживанию чего-нибудь вот слухи такие ходят вот в целом наверное вот это доходная доходная база киви она все-таки сжимается все таки киви на пике он занимался сбором наличных денег сейчас наличных денег никто не платит то есть вот вот это все загнулось но остается только так сказать транзиты в какие-то кошельки во все остальные дела в принципе этот бизнес тоже растет поэтому ну не знаю я киви отношусь нейтрально как ваши позиции процентов в активах ну у меня сейчас 50 облигаций 50 акций ничего не изменилось единственное что и облигации вот перекладывал на прошлой неделе повезло можно сказать или так сказать ну вот длинную дюрацию фазе переложился они на три процента уже выросли в принципе если подрастут еще процента на 23 то буду обратно переходить из длины в короткий то есть на горизонте месяц я в принципе вот если по рублю смотрел позитив краткосрочный месяц два а дальше может начаться негативные тенденции то соответственно через пару месяцев лучше быть в коротких выпусках в облигациях а процент пока 50 на 50 лучше всего конечно консервативно его по большому счету не менять и только за счет изменения рыночных цен проводить ребалансировку до выросли акции до 60 значит на 10 сократить облигации нарастить в обратную сторону сделать обратную операцию это в принципе даст доходность два раза выше депозита на любом горизонте там ну более менее приличном там три-четыре-пять лет и и выше такой подход к инвестированию он оправдан но вопрос кто кто сколько хочет от рынка получить баффет зарабатывал по 20 процентов в год у нас только 10 так получится значит маловато надо что-то делать поэтому вот процент у меня балансируется 30 до 70 по моим субъективным ощущениям еще дополнительно не только по рыночным движениям сейчас мои ощущения 50 на 50 но наверное долю акций я думаю что есть смысл довести сейчас до большей горизонте там месяц увеличить и потом снова привести в соответствии 50 на 50 в до в до сейчас нет нет хотя есть 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 недавно размещался сельхозпроизводитель скажем так вот присутствует у меня в портфеле но в до на любителя в принципе пока дефолтов там не было больших за исключением я не знаю домашних денег кто там еще в общем выборочный подход по 2 я думаю вот сельское хозяйство это один из секторов который наиболее защищен мы видим рост цен на сельхозпродукцию поэтому если осмотреть там в дошли например лизинг да или лизинговых много компаний или там какие-нибудь ломбарды да или микрофинансовые организации и и сельхозпроизводители то я бы больше на сельхозпроизводителей ставил прогнозы вильямса пики по нашему рынку в апреле и в конце июня марте хорошие уровни для покупок так деньги не спят смотрел я не смотрел вчера деньги не спят ну так периодически смотрю в общем знакомство с мнениями других людей она никогда не вредит вот пики в апреле и в конце ну вот я пожалуй соглашусь что пик в апреле наверное в апреле мы можем увидеть пик по нашему рынку май традиционно там 80 процентов случаев месяц плохой посему у меня планы да такие примерно то есть через полтора месяца сократить позицию по акции внутри дня торгуете редко торгую внутри дня бывает бывает чтобы как бы не не терять ощущение рынка бывает что торгую внутри дня особенно если отчетность к это выходит вот еще какие-то такие дела последнее что торговал вот совсем недавно совком флот торговал гмк даже торговал внутри дня торгую но это очень маленькие объемы просто для так сказать адреналина наверное то есть финансовый результат там не столь важен по транснефти и от транснефть честно говоря давно не смотрел сколько она сейчас стоит там равен 150 наверное интересный уровень входа под дивиденды вряд ли дивиденды у транснефти увеличится сомнительно если хотите под дивиденды то наверное из другой сферы мтс будет значительно лучше под дивиденды чем транснефть слишком манипулятивно то повысим то два раза платить будем то за один раз в общем так сказать нефтяной государственный сектор он не очень прогнозируем что у нас еще голубым фишкам как и по голубым фишкам и по второму эшелону принципе наверное в портфеле голубых фишек должно быть сказать процентном отношении в зависимости от их веса наверно пропорционально то есть процентов 80 голубых фишек и процентов 22 эшелона это такой консервативно разумный мне кажется подход ну еще раз вопрос ожидаемой доходности и периодов вот меня доходность там два раза выше депозита если еще и больше то она вполне устраивает вот единственный здесь сейчас нюанс вот на текущем нашем рынке это соотношение позиции рублевых и валютных вот потому что заработать 10 годовых и получить 20 процентное падение рубля как было в прошлом году это никому не надо полиметал полиметал думаю что покупать держать где сейчас парковать рубли но я думаю что еще не поздно купить там 10 плюс по срокам у фазе краткосрочно на горизонте месяц-два доходности там где-то 6 половиной 6 и 9 сейчас думаю что вполне достижим еще рост там 2-3 процента по этим у фазе на горизонте месяц на месяц-два можно их запарковать с моей точки зрения в длинные фазы а потом перейти в доллар к маю месяцу мая месяц перейти в доллар глядишь откроется границы откроются физические лица придут с покупками на валютный рынок для так сказать возвращение к прежней жизни если она состоится она безусловно состоится вопрос времени вакцинация в общем-то идет да и и и в целом даже если смотреть по волнам до вторую волну заболеваемости даже без всякой вакцины мы наверное уже прошли третье судя по там прошлым историям она бывает меньше чем вторая так что я думаю что мир на горизонте наверное год полностью вернется к той жизни которую жил год назад так ну вопросов похоже больше нет я думаю что мы уложились сегодня меньше чем в академический час ну это неплохо надо пойти посмотреть новости которые там со встречи опек плюс у нас приходят ждем то мы положительного но год назад мы тоже ждали положительного а вышло так как не ждал никто если на рынке пила то можно в облигации ну как облигации в принципе неплохо держать какую-то часть портфеля в облигациях всегда пусть даже ну рассмотрим даже не облигаться скажем так депозит то есть для того чтобы когда на рынке случилось падение которое никто не может предвидеть чтобы у вас не маржа была а не маржинальные позиции которые надо резать отчего рынок еще больше падает как обычно происходит а чтобы у вас был кэш в каком-то объеме ну хотя процентов 20 чтобы можно было купить подешевшие акции вот у меня подход такой всем спасибо всего хорошего удачных инвестиций до встречи на следующей неделе заходите может быть что-то поменяется на рынке поменяется искать мое мнение тоже но пока среднесрочным я смотрю на горизонте пары месяцев позитивно спасибо вам всего доброго удачи в инвестициях удачных инвестиций